Всем привет! Вы на канале Мотосибирь. Сегодня у нас в гостях продукция Ирбис Моторс. Ирбис Моторс прибавляет с каждым годом и в отношении качества, и по дизайну, и по комплектации. И это приятно видеть. Выбрал на сегодняшний день самую максимально заряженную версию среди квадриков с PSM с возможностью регистрации. А таким похвастаться далеко может не каждый. Выбрал именно модельку с PSM 200U ATV, максимально заряженную версию PRO. По моему мнению, если брать квадрик, задний привод с регистрацией и на автомате, на вариаторе, на автоматической трансмиссии, то надо брать именно такую версию. Разница по деньгам между самой простой комплектацией, или как мы говорим, бомж-пакет, и между самой максимально заряженной составляет 35 тысяч рублей. Стоит ли переплатить эти деньги? Наверное, решать только вам. А мы немножко расскажем вообще, что это за продукт. Производится он в Московской области. Состоит по большей части, процентное соотношение точно, наверное, никто не ответит, по большей части из российских комплектующих. Но добрая часть и китайских комплектующих здесь тоже присутствует. В частности, это мотор сердца, который тащит всю эту конструкцию. Ну и, конечно же, без электроники и шинных дисков тут тоже никуда не обойтись. Это тоже китайское производство. Ну, такую вещь, как лебедка, тоже китайского производства. Ну и такие вещи, как панель приборов, электроника и поворотники, мелкие детали. Они тоже китайского производства. Рама российского производства. Рама унифицирована. Новый кенгурятник. Новая рычажная подвеска. Новый задний маятник. Все это делает эту продукцию более интересной. Посмотрите, угол изгиба верхнего и нижнего рычага. Он поменялся. Стал более эффективно работать. Также хотелось бы подчеркнуть, что верхний и нижний рычаг имеют возможность шприцовки. Также, как мы в последнее время очень сильно хвалим и любим съемные шаровые, что нижнего рычага, что верхнего рычага. Важный момент. Они имеют также возможность шприцевания. Аморты здесь, по факту, те же самые, что и стояли раньше. Я их называл киселек. Потому что очень большой наклон в ту или иную сторону, куда вы поворачиваете. Относительно поворачивания, складывания рычажной подвески. Те, кто любит очень мягкие квадроциклы, подобие полноприводных с длинноходной подвеской. Я думаю, вам эта модель очень зайдет и очень понравится. Вообще, вся продукция квадроциклетной компании Ирбис отличается длинным ходом подвески и хорошей мягкостью. Даже, наверное, чересчур, я бы сказал. Я не очень сильно большой любитель мягкой подвески, но константирую факт. Лебедка у нас достаточно распространенная. Имеет возможность заматывания механическое. Пульт зажали. У нас панель приборов от будущей снегохода Ирбис СФ или Тунгус, как хотите называть. Достаточно информативная. Голову не греет. И даже в минусовые температуры работает очень даже прилично. Нет искажения по картинке. Нет запомутнений, замерзаний и тому подобного. Большой, огромный плюс именно в этой панели, что она голову не греет. Козырек тоже замутили. Новый пластик составной. Мне он гораздо больше нравится. Он более крепкий, нежели чем старого образца. Вот такие прикольные тиснения. Ирбис АТВ. Вот такие крутые стали присутствовать. Также у нас здесь на том же месте остался и лючок. Но пластик более культурный, более приятный на ощупь. И мне он нравится значительно больше, нежели чем до этого. Хотел бы подчеркнуть, что не предусмотрено родного крепления для блока управления лебедки. Ребята, разберитесь с этим вопросом и найдите место, куда должен ставиться блок. Это важный момент. На саму лебедку не самое лучшее место для того, чтобы крепить сам блок. Блок надо крепить максимально высоко, чтобы не было возможности попадания влаги. И это важный очень момент для жизни самой лебедки. У нас усиленные диски перед зад на 10. 22, 10 на 10 сзади, 23, 7 на 10 спереди. Стандартная шина у нас Кингстоун. Достаточно именитый бренд. Нормально делает шину, голову особо не греет. Входят ситосередничок. Направленный рисунок. Диски великолепные. Уже на многих моделях обкатаны. Но зажали колпаки для закрывания. Они были бы красивее. Хромированный был бы оттенок. Но здесь просто резинки, закрывающие подшипники. Дай бог, чтобы с подшипниками было все хорошо. Не знаю, какие сейчас здесь стоят на самом деле. Но мы знаем, что с компанией Ирбис с подшипниками была беда. Особенно российского производства подшипники. Там неоднократно влипали с этой историей. Отдельного внимания заслуживает, конечно же, оптика. Это поворотники и стопы. Очень прикольно смотрятся. Хотя и можно сказать, что достаточно сильно заморочились. И спереди, и сзади. Здесь навесные поворотники диодные. А здесь у нас приближены, прижаты около рамки номера. Тоже китайские повороты. Вот это вроде как типа российского производства. Мягкий стоп. Прикольно смотрится. Мне на самом деле нравится. Но с вольтажом, конечно, с переменкой, со всеми делами. Эта конструкция мне не очень сильно подходящая. Была бы просто 12-ти вольтовая. Голову бы не грела. Напрямую подсоединила. И все нормально. Китайцы бы, наверное, сделали бы полностью бы гораздо бы поинтереснее. Но это мое личное мнение. Маятник тоже переработали. Чулок сделан достаточно прилично. Карандаш толстый, хотя и китайского производства. Гайки застопорены. Аморт наконец-то начал лежать под правильным углом. Меньше нагрузки на него. Больше отдача. Магистраль гидравлики вот так вот по-японски зашвартована. Нет укрепления, естественно. Поэтому это тоже минус. Надо этим поработать. Задний маятник шприцуется. Хотя, по моему личному мнению, все-таки, того-то все должно быть сверху. Прицепное устройство в комплекте. Шар российского производства. Классно. Крепление сопливое. Здесь должны быть более серьезные болты. Да, есть низняя поддержка в том числе. Но болты должны быть более серьезные. Натяжители цепи тоже имеются. Длины, но толщину я бы увеличил. Это уже неоднократно подчеркивали во всех многих других моделях идентичного плана. Защита цепи и гидравлического тормоза тоже имеется. Это металлическое причем. Нормально работать будет. Голову не греет. Но, хотя, мне кажется, что можно было бы и потолще. Ранный конструктив особо голову не греет. Сделано достаточно правильно. Скоммуниздили у китайских производителей по большей части. Но это не имеет значения. Главное, чтобы работало и не складывалось. За это можно здесь быть абсолютно уверенным. Рама двойка. Все хорошо. Подножки у нас колхозного типа. Достаточно много времени. Много места для того, чтобы ставить ножку под пятник. А, естественно, нет. Как вы видите. Хотя, тоже 3 копейки стоит это сделать. Закрыли все пластиком. Максимально, как только возможно. У нас переключение, естественно, по типу полноприводных версий. Вперед-назад нейтральная. Кстати, по цепи засунули сюда чока. Чока у нас 530. HX. Это такой, как бы, типа усиленный вариант. Но, надеюсь, будет ходить неплохо. Сиденье у нас то же самое. Такого же размера. Тот же пошив. С эмблемой Ирбис. Точнее, с надписью Ирбис. Но, все же скажу, что материал говно. И год-два им придется все это перешивать. Можно было бы сделать более плотную непромокаемую тряпку. Которая стоит не так дорого. Но достаточно хорошо себя показывает. На многих кроссовых эндурофф мотоцикла сейчас применяется такой же материал. Мотор у нас для запуска. Помимо электростартера, имеет еще и кикстартер в базе. Очень большой, огромный плюс. Мотор также у нас с применительным охлаждением. Потому что он же стоит на SF200 непосредственно. Дополнительно масляным фильтром. Для того, чтобы ресурс двигателя увеличивался. Исходя из того, что когда фильтра нет и фильтры есть, то примерно в среднем это дает 10-15% дополнительного ресурса. За счет того, что собирает всю гадость, которая в моторе разваливается на ходу. По факту эксплуатации. Посадили мотор плотно на раму. Нет промежуточных деталей, типа подушки двигателя и тому подобное. Соленблоки мы видим. Мотор с балансировочным валом. Достаточно приятно работает. И вибраций не так много, нежели чем было раньше. 15 лошадок с коленчатого вала. 12,5 лошадок с редуктора. Очень неплохая тяга. Но все же немножко как будто бы не хватает. Для такой достаточно большой конструкции. От рывка и старта все-таки не хватает. Конечно можно сыграть звездами, но тогда максимальной скорости потеряем. Которая составляет 65 км в час. Максимальная грузоподъемность 200 кг. Максимальная рекомендованная 180 кг. Абсолютно легко справляется с нагрузкой. С двумя людьми примерно стандартного веса. Удобная посадка. Кстати, по факту посадки можно сказать о том, что очень удобно даже сидеть людям свыше среднего. Чем средний рост там свыше 180 см. Высоко подняли руль. Рулевой вал стал выше. Выгиб руля стал выше. И за счет чего и более высокие люди спокойно могут управлять данным квадроциклом. У нас хомут полноценный квадроциклетного типа. Сигнал. Топоглушение. Аварийка. Поворотники. Режимы света. Электростартер. Заматывание и отматывание лебедки. Зеркала. В комплекте хоть и не самые дорогие, но пойдет. Сейчас мало кто разоряется на этим вещам. Естественно, люстра у нас есть, освещение, которое достаточно неплохо работает в паре с диодными ходовыми огнями. Продукт, по моему мнению, от компании Ирбис хорош, как никогда ранее. И по факту нужно сказать, что если учитывать, что техника с ПСМ стоимость менее 300 тысяч рублей за данную модель, очень и очень хороша. Потому что, если вы осмотритесь и попытаетесь найти что-то 150-200-250 кубов с ПТС, с ПСМ, точнее, я бы правильно сказать, то, боюсь, вариантов фактически больше и не найдете. Особенно, если учитывать стоимость. Особенно, если учитывать, что и рамный конструктив железа российского производства. А это все-таки, по моему мнению, личному, все-таки плюс. Также, по качеству пластик, китайский, в бюджетных версиях вообще не сравним. А в более дорогих версиях здесь еще, конечно, вопрос плавающий. Но то, что данный пластик держит хорошо минусовые температуры, это двойной плюс. И достаточно хорошо сопротивляется нагрузке при ударе. И это тоже огромный большой плюс. Мало в версиях заднеприводных китайцы могут что-то противопоставить подобному пластику. Потому что, как правило, это всегда бюджетные версии. И на них не распространяется большой бюджет на изготовление пластика. Потому что на полноприводных версиях, редко уже на каких увидишь, только более дорогих сегменте, увидишь более серьезный пластик. Но ему, наверное, разве что может сопротивопоставить, наверное, все-таки Линхай. Линхай Yamaha тоже сделан качественно, очень пластик. Вообще, в целом, конструкция Линхай тоже очень качественная. Но, ладно, мы не об этом. Вообще, в принципе, смотрю я на данную модельку. Есть, конечно, различные моменты, которые бы хотелось бы доделать. Их можно было бы доделать, но почему-то не стали этого делать. Я думаю, в дальнейшем все-таки доработает и будет более интересно. Лучше, посмотрите, как спрятали наверх. Мы тут же видим электронику, которая висит. Вот почему бы все это дело не привести бы в полный порядок? Почему это должно торчать из соплей? И в этом отношении от китайских производителей особо далеко мы никуда и не ушли. Ну и типа так сойдет. Так же там все делают, ну и мы так будем делать. Пойдет нормально. Вот крепление, обжим гидравлической трассы. Кстати, шланги обыкновенные, недорогие. И по факту, конечно, в среднем раз в два-три года приходится менять передние, потому что на изломе работает. А вот сзади, на маятнике, такого крепления почему-то нет для гидравлической трассы. Данную модель можно заказать у нас в магазине. Переходите на наш официальный сайт по ссылке внизу, motosibir55.ru В разделе найдете различную технику, мопеды, скутеры, квадроциклы, мотоциклы, дорожная, эндуро, снегоходная техника. Много различной техники по очень выгодной цене. Так же можно приобрести жителям любого из регионов, отправим технику в различные регионы на самых выгодных условиях. Можно так же аккредитоваться на нашем официальном сайте, частично или полностью. Неважно житель какого вы региона. Что можно еще подчеркнуть? Что для подписчиков нашего канала на ютюбе мы презентуем дополнительную скидку, либо бесплатное обслуживание на данную модель. Полностью включ. Работа плюс расходники. Для того, чтобы можно было начинать эксплуатацию и не задумываться о том, что что-то тебе нужно там сделать и так далее. Сел и погнал. Скидка составит на данную модель для подписчиков нашего канала на ютюбе 10 тысяч рублей в заводской упаковке или 6 тысяч рублей в собранном виде. Условия акции могут меняться, поэтому на день просмотра видео можно будет уточнять для подписчиков какие условия. Цветовая гамма разная. Я выбрал именно желтый, потому что мне показалось, что именно такого цвета он очень прикольно, ярко смотрится. Будет выразительно виден на дороге общего пользования в первую очередь, особенно если, так скажем, вы будете переливаться там, где достаточно такой трафик более высокий. Вас нужно, чтобы вы видели, чтобы, не дай бог, кто-нибудь вас не зацепил. Вот, на глушителе всего лишь одно крепление, приемная труба соединяется с самим глушителем. По остальной трассе, которая изогнута достаточно сильно, и еще имеют вот такие вот ярко выраженные потертости, больше вспомогательных креплений для поддерживания трассы выхлопной нет. Также я бы подчеркнул, что идут по такому же пути, как и китайцы, и электронику почему-то выносят прямо под переднее колесо. Но почему бы и не спрятать ее вверх? Этого тоже не происходит. Большим плюсом, по моему мнению, считается воздушный фильтр. Это фильтр-бокс полноценный, который висит на независимом креплении, и который достаточно неплохо, здесь двойная фильтрация, и отсекатель есть вниз. То есть, достаточно неплохо будет работать и защищать и как в пыльные какие-то передвижения, летние, осенние, весенние по грунту и пыли, так и в зимние промежутки времени, где нужно отбивать сырой воздух и убирать жидкость для того, чтобы не было обморожения карбюратора. Поэтому этот фильтр со всеми справится. Плотная GoPro. Я думаю, в этом отношении все будет хорошо. Заметим, вот тут циферки летают. Хоба! USB-разъем. Огромный большой плюс. Мне он очень нравится, такой прикольненький. И самое главное, что крышечка у него резиновая, не пластмассовая, как на 95% китайской техники, а именно обрезиненная. Прикольно. Ставлю вам за это лайк. Отдельно. Бак у нас российского производства. Пластмассовый, капроновый, как хотите, так и называйте. Единственное, что в комплекте нету, к сожалению, клапана. Поэтому, кто купит, обязательно шланг одеваем, шланг заправляем, чтобы вот дождь идет, чтобы вода не попадала, грязи не забивалась, чтобы крышка работала нормально. Поэтому бак на десяточку почти, на 8, нормально будет служить. И в среднем на 150 км пробега бака будет хватать. Там кто-то называет 200. Да не выкатай-то он 200. В среднем 150, я все-таки сказал. И это достаточно хороший результат. Особенно по меркам 200 кубовых квадроциклов. Потому что в основном бака всем хватает на 100, а то и менее, чем на 100 км. Мало у каких моделей достаточно большой бак. Поэтому кому нужна будет такая техника, отправить в тот или иной регион, не стесняйтесь, пишите, звоните. Отправим с удовольствием. Поддержи это видео лайком. Напиши комментарий, нравится или не нравится. Я думаю, что техника все-таки достойна уважения. Если еще и тем более, подчеркну, что это все-таки российский производитель. Слава богу, все-таки что-то еще производит, пытается делать и максимально пытается замещать китайские детали российскими деталями российского производства. Это тоже имеет достаточно такое большое уважение, что все-таки пытаемся что-то делать, хоть как-то. Да, копируем там и тому подобное, но хоть что-то делаем. Мне это очень нравится, симпатизирует. Не дай бог что, а у нас хотя бы есть Ирбис. Всем всего доброго, всем пока.